За последние годы активной работы в Славянском районе ликвидирована очередь в детские сады для малышей от трех лет. Теперь власти района поставили себе новую цель – сделать сады доступными для детей, чьи возможности здоровья ограничены. Первым таким дошкольным образовательным учреждением стал детский сад номер два под названием «Золотничок», расположенный в поселке Кубриз. Подъемник будет подниматься, вот это будет все открываться. Сюда будет человек заезжать. К сожалению, старые здания социальных объектов проектировались без учета потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Но современное общество старается стереть эти границы. С целью сделать среду доступную для каждого в 2017 году в России стартовала федеральная программа «Доступная и комфортная среда». Славянский район принимает в ней самое активное участие. Благодаря программе в районе появляется все больше мест, доступных для передвижения маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. В скором времени свои двери для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также расстройствами зрения, слуха и речи откроет детский сад номер два. Теперь к нам смогут прийти дети и слабослышащие, и слабовидящие, и дети с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. То есть теперь у нас открыты двери для любого ребенка. Такая возможность появилась в этом дошкольном образовательном учреждении благодаря тому, что садик вошел в федеральную программу формирования доступной и комфортной среды. На работы по организации безбарьерной среды с федерального бюджета был выделен 1 миллион 900 тысяч рублей. Вклад района составил более 250 тысяч. Сделана, проведена огромная работа, потому что расширены все проемы для того, чтобы смог проехать любой человек на коляске. Вот оборудован туалет для инвалида. Приобретено оборудование уникальное, очень хорошее для деток слабовидящих, слабослышащих, и для детей, самое главное, для детей логопедических. Мы приобрели логопедический тренажер, который нам нужен уже сегодня, потому что в нашем детском саду две группы для детей с общим недоразвитием речи. Чуть больше месяца потребовалось на то, чтобы практически полностью переделать весь первый этаж здания. Ведь именно здесь находятся все помещения, попасть в которые может быть необходимым человеку с ограничениями здоровья. Расположен на первом этаже и кабинет заведующей, и спортивный зал, и изо-студия. Есть здесь и несколько групп, в которых планируется организовать пребывание маломобильных детей. На сегодняшний день детский сад номер два является одним из самых больших в районе. По проекту он рассчитан на 380 детей, и наполняемость у него стопроцентная. После модернизации он станет не только самым большим, но ещё и самым доступным детским садом муниципального образования. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».